Девушки отдыхают Нет, именно столько человек пришли 31 декабря 2003 года на центральную почту Террасполя для того, чтобы отправить поздравительные телеграммы. Это был последний массовый год, когда люди, еще не зная толком, что такое Аська, что такое мейл-агенты, что такое виртуальная реальность по старинке. Но потребность отправлять короткие сообщения уже была. А тогда были открытки? Яблочный спас, да? Тогда были любые открытки, но почта жила от Нового года до Нового года, и Пасха и 8 марта находились в андеграунде, потому что такого писательского бума почта не видела до последних дней Нового года. Да, обратите внимание, что сортируют письма, телеграммы и открытки. То есть отправлять можно было три вида корреспонденции. Люди приходили, все тщательно выбирали, спрашивали какие-то... У меня телеграмма ассоциируется с телеграфом, знаешь, это пи-пи-пи-пи-пи. Она будет, вот посмотри, как раз барышня в красивом для того времени свитере диктует по телефону текст, она все это записывает и потом все отправляется. Для тех, кто любит голосовые сообщения, для тех, конечно же, звонили по телефону, нужно было дождаться своей очереди, услышать, что... Междугородний, международный пункт. Да, что в Нарафаминск, в восьмую кабинку, и вот все идут, звонят, поздравляют, и очень атмосферно, но, к сожалению, это уже забытый способ поздравлять. О, ну это наш бренд. Да, это наш бренд, это легендарная студия ТСВ. Причем там не было холодно, но почему-то многие в шапках. Это, Сашенька, чтобы прическать там. Это веяние времени. Так надо было. Да, чем интересно это видео, это итоговый розыгрыш призов, там разыгрывали тот самый автомобиль. Автомобиль, да, это, по-моему, пятерка или семерка. Уелли мы Леонида Аркадьевича, и вот эта позитивная семейная пара приехала в студию, узнала... Причем это был прямой эфир, сколько я знаю. Да, они в прямом эфире узнали о том, что выиграли машину. И они не смотрели, им позвонили, и они удивились, что... Как они узнали, приятно. Да, и Ведуля кокетливо сказал, что он, ну, позволил себе немного в честь праздника, лег спать, эфир не смотрел, а ему позвонили и сказали, ну, приезжай за ВАЗом, и, собственно, эта машина... Верил же, вот сейчас, если такой звонок получить, мало шансов, что кто-то соберется и поедет. Смотрите, как атмосферно, в таком ретро-стиле проходили тогда елки. У нас сейчас они тоже бывают, но я... Да, мне кажется, ничего не изменилось. Я их просто ебал. Изменились лица детей и изменились костюмы, ну, в таком сейчас приходят. Ну, а где Спайдер-Мэн и Бэтмен и... Кринч, похититель Рождества. Да, у Деда Мороза постоянно, да, падал головной убор, и борода из ваты, да, тоже не выдерживала натиска, но он, вот этот вот Дед Мороз, он работал по Бендерам и в 2004 году сумел обслужить 19 елок и всего лишь за три дня. Мне кажется, магазин продажи штор и тюлей тогда... Тоже поднялся. Потому что ни одного узнаваемого героя, я, может, не сильно знаком с ними. С преднестровцами, да. Начало нулевых, и первые массовые елочные базары стали появляться в центре столицы, и чем они отличались от того, что было в 90-е? У каждой елки был свой паспорт, свои документы и... Сейчас талончики дают. Да, сейчас дают талончики. А сейчас сертификаты вакцинации. А зачем таможенные кладки? Они были привезны? И из Украины, и около 80% этих самых елок были привозны. А снега как не было, так и нет. Самый снежный Новый год был, по-моему, в 2000 году, если брать последние 25 лет, а это 2004. И традиция, которая, к сожалению, не прижилась, флешмоб. Встречать тех, кто заезжает в Тирасполь со стороны Паркан и Бендер у памятника. Это Муаис, то, я думаю, вы все его знаете. Собирали сказочные герои, махали всем, останавливали даже машины ГАИ, поздравляли и желали много всего позитивного. Бармалей когда тебя какой-то останавливает на въезде в город. Я думаю, да, это какой-то персонаж из Толкиена или Хагрид, кто это может быть. Это Кикимора, какой Толкиен. Да, вот это Дед Мороз, но самое главное, детям нравится что-то здорово. Дети немножечко под впечатлением, мне кажется. Меня всегда немного удивляло, когда Санта-Клаус приходили, я ждал классического Деда Мороза с внучкой, а не с оленями, слегка хмелуновым. Ну, я скажу, тем не многие понимают разницу с Санте. У нашего Деда Мороза штанов нет. Дело в размере, в первую очередь бороды, ну и, конечно же, в головных уборах. В 2007 году был проведен первый парад Дедов Морозов и, начиная с того времени, уже этот флешмоб распространился. К сожалению, в последние два года такой массовости нет из-за всем известных причин. Но в 2022 году, если все будет здорово, то группа Дедов Морозов из Террасполя обещает спуститься откуда-то с небес, то есть прыгнуть с парашютом и поздравить всех с наступающим 2023 годом. Так что это видео, вполне возможно, скоро попадет и к нам в рублю. По-моему, у нас тогда и в центре Террасполя не стояла елка. Она вроде бы возле драм-театра. Возле драм-театра в Бендерах до 1998 года елку не ставили на площади освобождения. Она была у Дворца культуры имени Ткаченко. И вот 23 уже, получается, года назад она переехала. Теперь там очень весело и прежелативно. В общем, Максим, через 10 лет у тебя или у твоего преемника в этой рубрике будет отличный видеоряд и будет о чем поговорить. С наступающим. Спасибо. Ну, еще недавно наш шериф рубился с Шахтером в Лиге чемпионов. У Донецкого клуба осталось такое не очень приятное послевкусие после встреч с тираспольской командой. А вот в женском футболе у Шахтера все отлично. Команда топ. Наверное, во многом потому, что там играет воспитанница нашего футбола. О ней следующий сюжет.